Боитесь. Но эти предметы, мы пересчитали, шесть вещей для мудрецов, да, которые, да, там, гранат, ну, всякие там виды, которые считаются, они как бы штучно продаются, не теряют своей важности, и поэтому в смеси они не растворяются, нет, нет, не применимы к ним пропорции растворения, даже один к двухста. Так, Мишна приходит нам сказать, что это верно только если этот предмет, вот этот вот нерастворимый, важный, он цельный, но если он раскололся, да, там, порезанный, да, тогда пропадает их вот эта вот сила, важность, и они тогда уже все мы рассматриваем их просто как, да, как количественно, один к двухстам, и работает принцип один к двухстам, и они могут аннулироваться. Итак, говорит Мишна, кейцад, каким образом, мекадышим, адворим, ахошум, ахошэм? Каким образом эти, да, важные вот эти вот вещи не позволяют, не растворяются в смеси? Это только если они цельные, да, но если эти мягкие, мы говорили, грецкий орех в мягкой кожуре, это один из примеров был, который, да, имеет индивидуальную важность. Если он, например, раздавился, да, или раскололся, нитпардуаримоним, или развалился гранат, вот этот вот бедановский, или нитпадхуахавьот, или откупорилось сосуд с вином, помните, мы говорили тоже, да, это не на чистые вещи, или нитхадхуахадуим, или разрезало эту тыкву, или нитпарсуахикарот, или вот эти вот, Рабякива добавлял, домашне выпеченные булки хлеба, как бы разломались. Тогда все, тогда мы скажем, что они, да, растворяются, причем один к двухстам, если они попадут в, эта булка хлеба попала там, среди других булок хлеба, которых в 200 раз больше, 200 против одной, тогда все, мы скажем, что как будто этой булки, да, там нет, она как бы растворяется, аннулируется, и все можно будет есть, несмотря на то, что эта булка, может быть, сама была там, да, из чего-то там, урлы или того-то подобного. А есть, которые понимают, что даже если ты постфаксум это сделаешь, это сработает, мечта приходит научить тебя, что даже если попал целый гранат, и он сделал всю смесь непригодной, но ты потом взял его и раскрошил потом, то, то теперь можно применять правила один к двухстам, это еще больше кидуш, да, нашей мечты. Я спрашивал сам в процессе парки, он рассказал. Не-не-не, у тебя все в КамАЗе лежит, да, ты взял его, бах, и расколол там дубинкой, все, теперь можешь сказать, что нормально, теперь он как бы, если там есть 200 раз больше в КамАЗе, то все, как будто его там нет. И последняя мечта. Если перед тобой плоды, и ты не знаешь точно, они могут быть орлой, они могут быть плодами дерева, которому не исполнилось трех лет от роду. Например, не-еврей, у него есть какие-то саженцы, орлы в саду, и вот в руках у него плоды. И ты не знаешь, он как бы за этим не следит, он не-еврей, у него яблочко, он на земле Израиля. У него там разные деревья растут, есть яблочки с деревьев старых, а есть яблочки с деревьев новых, а он не следит за этим, он говорит, слушай, возьми яблоки. Сегодня в Израиле не обязательно? Нет, сегодня урла работает в Израиле, конечно. Нет, я не понял, здесь тоже не обязательно в Израиле. А что? Ты против меня в Израиле говоришь, а это вы сделаете сейчас, слово «израиль» можно убрать, можно, я так понимаю. Это урла и в России тоже, если посадил дерево. Это чтобы не забылось, да. Называется, чтобы не забылось заповедь, но она как бы, это именно заповедь в Израиле. Получается, когда слово «израиль» говорит, что и везде, потому что кто слушает это потом, будет только думать в Израиле. Да, окей, это везде. Но мы сейчас говорим, да, мы сейчас говорим про... А, видите, запрет Орла работает... Даже на территории нееврея. Важно, земля-то выросла на этой земле. Поэтому в России сейчас дачи многие имеют, и у них дерево растут. И поэтому сегодня тоже... Если дерево не исполнилось три года, да? Да. Так вот, говорит Мишна по поводу дачи в Москве. Берц Исраэль асур, а бессурья мутар. Земле Израиля запрещено, а в Подмосковье разрешено. Значит, что в России еще можно... Сейчас, подожди. Сурия, это даже больше. Сурия, это спорная территория, Сирия. Где она может быть даже Израиля, может быть и нет. Так говорит Мишна, что в Израиле... Почему? Потому что, когда у нас есть сомнения по Торе, мы всегда устражаем. А в Израиле это Тора. А в Сурии, в Сирии... Потому что мы относимся к Сурии, к Сирии, как к земле вне Израиля. В отношении Орла. Ну, немножко есть какие-то устражения в Сирии. Как мы уже говорили, упоминали. Но, да, поэтому в Сурии можно... Если какой-то сафек, это дарабанан, поэтому ты идешь лекула, облегчаешь. Да, можешь купить. А за пределами вообще, ни в Сирии, ни в Израиле, вообще можешь пойти в сад нееврея и сорвать... Да, и забрать у него все сорванные плоды. То есть, вообще спокойно можешь брать все сорванные плоды. Если единственное, ты видишь, как он срывает с этого молодого дерева, тогда ты не должен брать в Москве. Видишь, как он срывает. Но если ты даже не видишь... Не еврей. А, когда... Хозяин. Да, хозяин. У него там 30 деревьев. Да, из них там половина там, или неважно, два дерева молодых. Да, и он уже ведра у него, яблоки. Иди спокойно, бери эти яблоки. А, может быть, нет, проблем нет. Это иметь в виду, да, вот здесь, в Москве. Но единственное, что если ты видишь, как он прям с этого дерева срывает, это не бери. Неважно, дерево. Чужое яблоко? Нет, нет. Это как бы чужое. Нельзя получать выгоду от плодов до трех лет. Да, да. То есть, если сомнение за пределами земли Израиля, любое сомнение, вообще проблем никаких нет. Единственное, что если ты сам видишь, как он в данный момент срывает с этого молодого дерева, то это уже не сомнение, это уже вода, это уже 100%. Это делать нельзя. Да, если ты знаешь точно, что тебе пытаются продать яблоки, сорванные с дерева, которому два года, ты их не можешь есть. Абсолютно никакого значения. Дерево, дело в дереве. Я понял. Но, так как мы сегодня у нас, откуда ты знаешь, это может быть и нет. Поэтому вообще проблем нет. Это сомнение. Только если ты вот глазами своими видишь, как он идет в час, в секунду, подождите, идет и срывает, а ты говоришь, подожди, сколько этому дереву лет, и ты точно знаешь, что ему там год, и почему он сорвал, вот тогда нельзя. Если малейшие сомнения, то может. Керем на туа ярек. Опять же, это с деревом друг друга. Не кустали там ничего, потому что... Орла только с деревьями. Только с деревьями, да? Да, это должно быть дерево. А что касается виноградника, который был посажен с овощем, да? Попахивает килаемом. Например, нееврей засеял какой-то овощ между виноградных лоз. И, конечно же, этот овощ запрещен теперь, потому что это называется запретный гибрид. Он смешан, они там переплетен с виноградом. Потому что запрет килаем работает также в том, что принадлежит нееврею. А у него также этот овощ растет в других грядках, где нет виноградника. А он собрал все вместе и продает, стоит. И теперь ты не знаешь, что из этого было с той грядки, которая с виноградом. А что с грядки, в которой нет винограда? Софек. Дельц, Исраиль, в земле Израиля, такое покупать будет запрещено. Асур. Потому что Софек, Деорайта, Ухимбул и Хумра, мы устражаем. А в Сирии разрешено, да, там уже запрет Дерабанан. А что касается Хуц-Лареса вообще в Москве, А вообще в Москве он может даже, этот еврей, пойти и на глазах у еврея сорвать этот овощ в винограднике своем. И можно ему его взять, купить этот овощ. Даже на глазах. То есть даже еще легче, чем то, что мы говорили. А главное, чтобы он это не делал рукой. Чтобы ты, еврей, не срывал его рукой. Что если это сделает сам не еврей, все, как бы проблем нет. Главное, чтобы ты сам иди, не срывая сейчас эти овощи посреди этого винограда. А таким образом объясняют, что ты не знаешь, с какого конкретного тебе какую капусту принес. Ту, которая в винограднике, или взял ту, которая там справа была в обычной грядке. А если ты видел, что он взял конкретно из этой гибридной грядки, то тебе все-таки брать это нельзя. Эхадаш. Хадаш. Мы учили с вами хадаш. Это урожай пшеницы, который собрали до того, как наступил второй день Песоха. То есть до 16-го Ниссана, до принесения Омера. Асур мина Турабе холь маком. Вау, вот вам мишна. Хадаш запрещен Торой повсеместно. Во филу бе хуцларес. Не зря Кива соблюдают. Да, и даже за пределами земли Израиля, как сказано. Велехем векли векармель лотохлу ад эцем айом азе. И хлеб из-под серпа не ешь до самого этого дня. А что тогда будут где-то написаны? Сейчас. Хукатул нам на дро тэхэм бе холь мошу тэхэм. И это вечный закон тебе на все твои поселения и поколения. Ведяршу. И что учат Асур намудрисы бе холь мошу тэхэм. О всех ваших поселениях. Что же здесь бе холь мошу тэхэм? Бе холь маком шатэм яшу им. Где бы вы ни жили, в любых ваших поселениях. Хоть на Северном полюсе. Если хадаш действует везде. Ваурла халаха. А почему же орлу мы соблюдаем в Москве? А вот касательно закон Орлы, почему это дерево тоже надо соблюдать. Это халаха. Халаха это халаха мошэм и сина. Это прямой закон из мошэм и сина. То есть это как бы дэ дэрабанан. На афр пиши сафэк в алаха на мошэм и синах у химбу в хумра. А мошэм и синах это очень сильная алаха. Это, например, почему-то филин черный. То есть это очень строгая алаха. И мы даже с халахой мошэм и синах всегда устрожаем как с торой. Тем не менее. Бе сафэк шэрисур турра. Миколь маком шанин урель сафэк урла. Все равно, как мы видим, что консательно урлы за пределами Москвы, мы будем облегчать, только если ты видел, как он срывал руками. Как мы сказали. Почему? Потому что алаха мошэм и синах в таком виде и была получена, что она автоматически в хуцла, за пределами земли Израиля, именно так работает, что в случае сомнения она разрешена. Что касается килаем, запретов на смесь и гибриды, они запрещены даже за пределами земли Израиля. И именно любая смесь с виноградом в земле Израиля очень строгая. Это запрет торы получать какую-либо выгоду, вообще не то, что есть, вообще любую выгоду получать из этого. Поэтому из-за ее строгости в земле Израиля мудрецы установили запрет ее даже за пределами земли Израиля. Но что касается гибридов за злаковыми, мудрецы, которые разрешены в пищу в Израиле, на них запрета за пределами земли Израиля. Нет, мудрецы, то есть в Москве можно прямо сажать килаем злаковых с чем-то. Да, то есть виноград нельзя, он более строгий. А злаковые можно барам килаила, но что касается килаим в деревьях, помните, мы учили, в деревьях тоже есть килаим, если ты делаешь неправильные прививки, то есть ты скрещиваешь виды деревьев. Викелаи, бегема и также гибриды животных. Если ты скрещиваешь разные виды животных, пытаясь вывести новый вид, а с унии – это запрет Торы Авды Худ Сларец. Это запрещено делать даже в Москве, то есть даже за пределами земли Израиля. Как мы подробно с вами изучали в трактате килаим. Мы с вами завершили Масехет Орла. Даже не верится, посмотрите, сколько. И у нас следующие. Масехет Бикурим, Бизат Ашем, вот всю эту Агдаму, предисловие, пройдем с вами уже завтра. А сейчас скажем, лейлу нишмат, сегодняшние мишнают, были возвышения души. Спасибо. Друзья, всем хорошего, успешного дня. Сегодня будет урок дневной? Да, с Божьей помощью, почему нет? Все, обязательно. Спасибо. Прощаюсь с вами. Увидимся на Аллахе. Слышимся. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.